Севастополь 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 Фактически семь дорог отремонтированы за три недели, меньше чем за месяц. Работы ведутся с опережением графика. Осталось у нас четыре улицы, которые в настоящее время работы производятся. Состояние дорог в Севастополе оценили и водители. Говорят, ездить стало приятнее. Они более-менее удовлетворительны по сравнению с тем, что было. Потому что их много стали делать, это хорошо. Но сейчас делают объездную к солдату и матросу, это хорошо. Так вот залатали вот эту наверху дорогу. Дороги общего пользования остались. Но как бы их ремонтируют. Дороги ремонтируют, новый асфальт укладывают. Однако проблемные места в городе еще остаются, отмечают севастопольцы. Самое проблемное место – это развязка пятого километра. Сделать надо бы, конечно, развязку, до ума довести. Там постоянные пробки, постоянно. Машины, которые низкие, они постоянно, где кто-то зацепился, ямы, все. Ну, конечно, людям это неудобно. Это основная проблема, я думаю, на сегодняшний день. Как сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Козурин, работы по строительству хрусталевской развязки планируют завершить к концу 2015 года. На сегодняшний день уже проведена новая экспертиза стоимости работы, определены подрядчики. В этом году ремонт проведут только на дорогах общего пользования. А в 2016-м реконструкция запланирована и во дворах. Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. В Севастополе активно развивается предпринимательство. Каждый день за кредитом для малого бизнеса обращается порядка 20 клиентов. На сегодняшний день в городе, да и в Крыму в целом, есть пока что один банк, который кредитует в рамках государственной программы стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Это российский национальный коммерческий банк. С его руководством и клиентами о кредитовании говорила Анастасия Шульга. Индивидуальный предприниматель Александр Александрин торгует сантехникой и теплотехникой. Также занимается ее реставрацией и модернизацией. Продукцию развозят покупателям по домам. Клиентов становилось все больше, поэтому одной грузовой машины предпринимателю стало не хватать. На покупку второй необходимой суммы не нашлось. Выход из ситуации Александр Александрин нашел благодаря российскому национальному коммерческому банку. Взял кредит. Мне сказали, необходимый пакет документов забрать. Я в кратчайшие сроки собрал. С представителями банка мы выехали ко мне на торговые точки, на рабочие наши места. Собрали необходимую информацию, весь пакет документов. И в течение недели был утвержден мне кредит уже. Кредит РНКБ выдал на полгода. Вот уже несколько месяцев новая машина приносит доход предприятию. Едете на торговые? В общем, звоните тогда этим людям, Леонидам, например, да? Да, есть. Вот, и они расскажут, куда ехать. Все, вот давайте. Предпринимателям Севастополя сегодня помогают и по правительственной линии. Вот уже 10 месяцев и словом, и делом бизнесменам приходит на выручку гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Он выступает поручителем по кредитам, работает с городскими банками. Мы позволяем сделать кредитные средства для предпринимателей более доступными. И даже при минимальном залоге у предприятия появляется возможность пополнить свои оборотные средства, обновить производственные фонды, ну и направить на другие необходимые цели предприятию. Российский национальный коммерческий банк – единственный банк в Крыму, который кредитует в рамках государственной программы стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Разработана она Министерством экономики Российской Федерации совместно с Агентством кредитных гарантий. Клиент приносит минимальный пакет документов, заявку рассматривают быстро. Фактически кредит у нас можно получить за три дня. У нас есть беззалоговое кредитование. У нас возможность получения максимальной суммы от 500 тысяч до 70 миллионов рублей. У нас гибкий подход к залоговому обеспечению. То есть мы в залог берем практически все. То есть это личное имущество, транспорт, оборудование. И самое главное, у нас есть возможность привлекать наших партнеров. Это гарантийные фонды, которые дают за наших предпринимателей поручительство. И после этого мы выдаем кредит. Каждый день в Севастополе за кредитом для малого бизнеса обращается около 15-20 человек. На сегодняшний день более 100 обращений находятся в работе. Анастасия Шульгадили, Вермеджитов, информационный канал Севастополя. К этому часу это все новости. За дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин